28 января 1820 года русской экспедиции под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева была открыта Антарктида. Ранее существование Южного материка утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой, например, на карте, составленной перерейсом в 1513 году, и Австралией. Самый загадочный материк Земли манит исследователей, первооткрывателей и даже любителей теории заговора. Удивительные открытия и находки поражают не только простых обывателей, но и видных ученых. Кровавый водопад, Марсианский метеорит, странные находки и даже огромное озеро таилось в его льдах много тысячелетий. Но давайте разберемся во всем по порядку. Марсианский метеорит со следами жизни Марсианский метеорит, который мы знаем под названием Аллен-Хиллс 84001, был найден в горах Аллен-Хиллс в Антарктиде 27 декабря 1984 года. Эта находка вызвала широкий общественный резонанс из-за того, что на поверхности метеорита были найдены окаменелые микроскопические структуры, которые могли быть бактериями. Вопрос о внеземном происхождении бактерий до сих пор открыт, но в его пользу говорит тот факт, что размер найденных структур 20-100 нанометров в диаметре, что гораздо меньше любой известной нам формы клеточной жизни. Уникальность ALH84001 еще и в том, что, согласно данным исследований, он откололся от родной планеты 4 миллиарда лет назад, когда там еще была жидкая вода. Остальные же метеориты, найденные на Земле, уже не относятся к эпохе мокрого Марса. Некоторые ученые уверены, что в недрах Антарктиды, в районе Земли Уилкса, скрыт астероид, состоящий в основном из металлов. Именно он может изменить наше понимание о жизни в космосе. Однако сейчас нет никаких способов проверить эту гипотезу. Стоимость экспедиции и бурение льда такой толщины требует огромного количества средств. Несмотря на множество исследований, Земля Уилкса остается самой неизученной и манящей ученых теорией. Озеро под четырьмя километрами льда. Одно из крупнейших географических открытий 20 века – подледное озеро Восток, которое обнаружили в Антарктиде. Самое удивительное в этой находке то, что она скрывалась под слоем льда толщиной в 4 километра. Ученые уверены, что озеро было отрезано ледником от внешнего мира на протяжении нескольких миллионов лет. Размеры Востока поражают. Общая площадь озера составляет около 16 тысяч квадратных километров, а глубина может достигать 1200 метров. Скорее всего, оно остается незамерзшим из-за подземных геотермальных источников. Бурение скважины было сложным и длительным процессом. Его начали в 1989 году, приостановили в 1999 году из-за опасности загрязнить уникальную экосистему. И вернулись к нему только в 2006 году, чтобы закончить в 2013. С 2015 года начался активный этап изучения озера. В пробе воды ученые обнаружили микроорганизмы, один из которых неизвестного вида. Но это были пробы с поверхности. Самое интересное начнется, когда смогут достать образцы со дна, где, по предположениям, вода подогрета термальными источниками и пригодна для жизни. Возможно, в скором времени ученым удастся найти небывалые виды существ. Кто знает, как развивалась эволюция в замкнутой экосистеме Востока. Сгоревший лес О том, что когда-то Антарктида была зеленым континентом, ученые догадывались еще со времен первых экспедиций на Новую Землю. Однако недавно они сделали открытие, которое весьма озадачило современную науку. Раз за разом в разных областях Антарктиды находят сгоревшие и окаменелые леса, которые не только доказывают теорию зеленой Антарктиды, но и ставят перед учеными новую задачу – определить, что случилось с лесом. Исследование окаменелостей показало серьезный уровень повреждений от огня, который дает возможность предположить, что древние леса погибли около 250 миллионов лет назад в результате масштабного пожара, который, в свою очередь, мог быть вызван падением метеорита или вулканической активностью. Исследования по этому вопросу ведутся по сей день. 91 вулкан подо льдом Совсем недавно ученые обнаружили в Антарктиде скрытую подо льдом гряду вулканов. Она может претендовать на звание самой большой гряды мира, поскольку насчитывает 91 вулкан. Сколько из них действующий – пока что загадка, потому что они скрыты под ледником, толщина которого в отдельных местах достигает двух километров. Регион исследовали при помощи радаров и другой специальной техники. Один из исследователей, Роберт Бингем, уверен, что на дне моря под шельфом ледника могут скрываться и другие вулканы, что может превратить Антарктиду в регион с самой высокой их концентрацией. Особенно сильно ученых сейчас заботит вопрос о том, как может повлиять на таяние льдов потенциальное извержение и чем это грозит. Кровавый водопад Трудно даже представить, что испытал Гриффит Тейлор, когда в 1911 году впервые обнаружил кровавый водопад. Красный поток, выливающийся из белоснежного ледника, выглядит поистине ужасающе. Правда, ученый взял себя в руки и предположил, что в красный цвет воду окрашивают водоросли, чудом сохранившиеся в леднике. Долгое время кровавый водопад оставался загадкой, которую удалось разгадать только в 21 веке. Пробы воды из ледника и другие исследования показали, что вода поступает из подледного озера, которое долгое время находилось в полной изоляции. Микроорганизмы его населяющие сумели приспособиться к отсутствию света и кислорода и в процессе эволюции стали получать жизненную энергию путем восстановления растворенных в воде сульфатов до сульфитов. Этот удивительный природный феномен позволяет ученым делать предположение о том, что жизнь в такой же форме могла сохраниться и на других планетах. Динозавры Антарктиды Первые останки динозавров ученые нашли в Антарктиде в 1986 году. В 2006 им удалось повторить находку, но речь шла о единичных экземплярах. А вот в 2016 году экспедиция на острове Джеймса Росса получила небывалый улов. В общей сложности было найдено более тонны останков динозавров. Такое количество материала для детального анализа – хорошая возможность пролить свет на вымирание динозавров. Сейчас ведется активная работа над полученными останками. Некоторым из образцов больше 71 миллиона лет. Подробных данных о видах еще нет, но уже известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, другие – более мелким птицам и даже уткам конца мелового периода. Мистические находки Помимо перечисленных находок, в Антарктиде были обнаружены вытянутые черепа, якобы принадлежавшие инопланетянам или древним людям ранее неизвестного вида. Эта шокирующая новость облетела весь мир и заставила ученых ломать голову над тем, как классифицировать такую находку. Однако после многочисленных исследований выяснилось, что необычные черепа оказались останками человеческих предков, просто с деформацией, распространенной в определенную историческую эпоху. Правда, как эти черепа туда попали, не сообщалось. Возможно, на этот вопрос поможет ответить следующая находка. Египетские пирамиды среди вековых льдов – это еще одна тайна Южного материка. Несколько лет назад мировую общественность снова возбудила очередное открытие. В Антарктиде были найдены пирамиды, аналогичные тем, которые построены в Египте. Также сообщалось о том, что постройки имеют схожие параметры и даже внутреннее убранство. Сенсацию обсуждали многочисленные исследователи и выдвигали теории, как на континенте могли появиться такие строения. Позже стало известно, что так называемая пирамида в Антарктиде – всего одна и является всего лишь частью горного массива Винсон. По сути, это обычная гора, которая из-за сильных ветров, а в краю вечной мерзлоты они достигают 300 км в час, приняла такую нестандартную форму. А вот совсем недавно пользователей YouTube взбудоражила еще одна находка. Создатели ролика уверяют, что запечатлели приземление НЛО. На кадрах показано, как неопознанный объект движется по одному из горных склонов. Поскольку сложно определить его точное очертание, некоторым показалось, что это объект внеземной цивилизации, спустившейся на Землю. Однако, по словам ученых, это не более чем обычная глыба, которая откололась от ледника и просто скользит по снегу. Также существует немало конспирологических и откровенно спекулятивных теорий о базе нацистов в Антарктиде. Одна из самых популярных гласит, что здесь нацисты создали засекреченную военную базу 211 Новый Берлин, где якобы были спрятаны некие сакральные артефакты Третьего Рейха, включая Святой Грааль. После разгрома нацистской Германии Новый Берлин, как утверждают сторонники этой гипотезы, стал фундаментом для строительства Четвертого Рейха. Здесь даже была возведена неприступная, грандиозная крепость. Конечно, эти теории не имеют практически ничего общего с реальностью, кроме того факта, что Германия действительно принимала участие в исследовании Антарктиды. Территорию, на которую нацистская Германия предъявляла территориальные претензии, назвали Новая Швабия. Однако вскоре началась Вторая мировая война, и об амбициозных планах пришлось забыть. Сегодня на территории бывшей, вернее, так и не состоявшейся, Новой Швабии действует германская научно-исследовательская станция Ноймайер-3. Выводы. На сегодняшний день Антарктида остается наименее изученной областью нашей планеты. В результате глобального потепления на Антарктическом полуострове начала активно формироваться тундра, что делает Южную Землю еще более привлекательной для людей. По прогнозам ученых, через 100 лет в Антарктиде могут появиться первые деревья. Антарктический полуостров с прилегающими островами имеет самые благоприятные на материке климатические условия. Именно здесь произрастают два вида встречающихся в регионе цветковых растений – луговик антарктический и колобантус кито. В 2021 году под шельфовым льдом Антарктиды обнаружили неизвестные ранее виды губкообразных существ. Так что Южный Материк только начинает открывать нам свои тайны. Всем до встречи!